С апреля в Сарове планируют открыть прокат электросамокатов. Сейчас администрация проводит опрос населения на тему, где именно в городе установить места для парковок. Весна уже совсем близко, снег начинает стремительно таять. Это значит, что уже совсем скоро на улицы города выйдут велосипеды, моноколеса, электросамокаты и другие средства индивидуальной мобильности. Прокатиться с ветерком смогут даже те, кто экологичным транспортом обзавестись не успел. С 1 апреля в нашем городе планируют открыть прокат электросамокатов. Сейчас администрация проводит опрос населения на тему, где именно разместить места для парковок. Нужен ли в нашем городе прокат электросамокатов? Будет он пользоваться популярностью? Конечно, нужен. Наверное, будет, потому что это вроде модно. Много вроде людей катается просто по городу. Ну, я считаю, электросамокаты это, на самом деле, очень нужная вещь в нашем городе, потому что, допустим, из старого района в Новый добираться будет проще некоторым людям. Я думаю, нет. А почему? Ну, у нас город маленький, можно на велосипеде или пешком. К реализации таких идей, они опоздали, так как все, кто хотел кататься на электросамокатах, давно их приобрели. А вот вся эта прокатная история, она была какое-то время актуальна в западных странах, но сейчас уже такой популярностью там не пользуется, насколько мне известно. Читаю, нет. И так, обстановка какая-то у нас неблагонадежная. А это еще будет больше всяких аварий. Так что я против. Где лучше их располагать? Наверное, около торговых центров, где больше всего людей еще. Быть в самых проходных местах, где люди ходят, где можно без особых усилий, как-то добраться до самоката, ну, как-то больше идей не возникает. Я вообще не местный. Я был в больших городах, там в основном в таких парках, либо вот в нижней, например, на Покровке. В марте электросамокаты приравняли к средствам индивидуальной мобильности. Максимальная скорость движения на нем при весе до 35 килограммов составляет не более 25 километров в час. Кататься на электросамокатах теперь официально можно по тротуарам, пешеходным зонам и велодорожкам. Вопросом создания в городе комфортной и удобной велодорожной сети занялась Городская дума. Помогает депутатам молодежная палата. Активисты уже встретились с представителями велодвижения в нашем городе и провели опрос среди населения. Больше всего замечание было по отсутствию плавных съездов, тротуаров и пересечения их с проезжей частью. Но на первом заседании по развитию велодвижения представитель ДГХ говорил о том, что они реагируют на подобные замечания и сглаживают съезды по просьбе горожан. Так что если у кого-то есть предложение, где бы можно было такой съезд переделать, то можно обратиться в ДГХ. Еще одна проблема, волнующая любителей средств индивидуальной мобильности – отсутствие парковок. Особенно остро это ощущается в летний период у площадок ядерного центра. Молодежная палата занялась этим вопросом. Нас заинтересовал момент в том, что не хватает парковок рядом с проходными площадки «Основная». И уже обратились к руководству ВНЕФ с просьбой увеличить их количество. Вот в данный момент этот вопрос мы прорабатываем. Я думаю, что к началу сезона мы сможем увеличить в два раза количество парковочных мест. Оставить свое мнение о том, где лучше разместить парковки, прокаты электросамокатов, можно в группе администрации ВКонтакте. Коллектив «Контемп» Детской школы искусств выступил на втором всероссийском хореографическом конкурсе фестиваля «Танцующая страна-2023». Вместе с саровчанами на одной сцене выступали танцоры из Тольятти, Иваново, Казани, Перми, Мурома и других городов. «Контемп» показал свои дебютные номера и завоевал ценные награды. Во всероссийском хореографическом конкурсе «Танцующая страна» коллектив «Контемп» Детской школы искусств принимал участие первый раз. Юные танцоры и их преподаватель каждый раз становятся выбирать разные площадки для выступлений. Каждый конкурс для них – это возможность продемонстрировать свои навыки хореографам со всей страны и пообщаться с участниками из других городов. В этот раз саровчане танцевали на одной сцене с коллективами из Перми, Тольятти, Иваново. Жюри по достоинству оценила выступление «Контемпа». Конечно, они растут на глазах, очень радостно, потому что каждое выступление их закаляет, и они просто, на самом деле, виден их прогресс. Конкурс «Танцующая страна» стал для «Контемпа» первым выездным конкурсом этого года. На творческое состязание саровчанки привезли три дебютных номера. Каждый из них стал дипломантом первой степени. Также девочки получили именные дипломы. Мы ездили на конкурс и танцевали танец в современном направлении, называется «На крыльях ветра». Мы долго над ним работали, с начала этого учебного года, с нашим педагогом Татьяной Ивановной. И мы получили из этой поездки бесценный опыт. И у нас были очень красивые костюмы, и мне понравилось. Я участвовала в двух танцах, народных и современных номинациях. Все они очень интересные, красивые и красочные. Костюмы у них тоже были очень красивые. Мне очень понравилась эта поездка, и я довольна этим результатом, так как она была моей первой поездкой. Там было очень хорошее, строгое жюри, которое достаточно хорошо оценивали. Также, чем лично мне понравился конкурс, тем, что там был для нас проведен мастер-класс по хореографическому танцу. Я узнала новое движение и выделила для себя то, что я знала, но как это правильно делается. В мае «Кантем» примет участие в отчетном концерте хореографических коллективов Детской школы искусств. Воспитанники образцового коллектива студии эстрадной и народной хореографии «Задоринки» Дворца детского творчества выступили на 9-м международном хореографическом конкурсе «Славянские самоцветы» в Минске. Побывать на международном хореографическом конкурсе «Славянские самоцветы» в Минске было давней мечтой руководителей и участниц студии «Задоринки». И, наконец, чаяния девушек сбылись. В марте их пригласили в столицу Белоруссии. Попасть на этот конкурс непросто. Организаторы заранее просматривают заявки и собирают мнение о коллективе, знакомятся с его историей. Нам предложили съездить в Минск на конкурс «Славянские самоцветы». И мы сразу согласились, потому что, во-первых, новый город. Посмотреть, как устроено. Мы были в Белоруссии и Витебске, а тут новый город, Минск. Поэтому мы решили поехать. Конкурс очень понравился. Очень хорошая организация. Все организовано на высшем уровне. Нас встречали, отвозили. Очень добрые организаторы, очень отзывчивые. На конкурсе были достаточно сильные соперники, очень красивые номера, очень красивая сцена и профессиональные жюри. И потом уже, когда мы приехали, мы увидели, что мы в числе 29 коллективов, которым вот достоилась честь такая выступить. Это одна из самых таких честных, открытых организаций. Очень серьезных. Все было настолько продумано до мелочей. Просто вот тайминг был минуту в минуту расписан. Все было просто идеально, я считаю. Это прям браво этой команде. Действительно работают такие сплоченные профессионалы. Конкурс собрал сильнейшие танцевальные коллективы из крупных городов России и Беларуси. Как отметила Анна Козловская, ее воспитанницам было на кого посмотреть и чему поучиться. От Сарова ездила старшая конкурсная группа «Задоринок». Девушки возили три групповые работы – «Ворона», «Руладу» и «Взгляд из Марианской» и два сольных танца. Все групповые танцы завоевали первые места. Солистка Арина Макеева получила диплом у лауреата второй степени за композиции «Живая сталь» и «Порыв». «Живая сталь» – это как бы растение, которое хочет пробиться сквозь дорогу, чтобы расти, жить, наслаждаться природой. А «Порыв» он больше про времени года – это тоже росток, который весной расцветает, а зимой, то есть в конце, он обратно уходит под землю. Во время творческого состязания в Минске в социальных сетях проходил конкурс группы поддержки. Все желающие могли отдать свой голос за один из коллективов. «Задоринок» поддержали хореографы из разных городов, с которыми соровчане уже работали, близкие друзья и знакомые девушек. Благодаря этому задоринки забрали приз конкурса «Группа поддержки». Еще раз хочу поблагодарить всех жителей Сарова за то, что они прошли мимо, за то, что они поддержали наших девчонок. И благодаря вот такой коллективной поддержке мы выиграли. У нас не было ни одного накрученного голоса, мы выиграли именно вот в честном таком, в честном бою. Сразу после возвращения из Минска задоринки отправились в Нижний Новгород, где представили Саров на финале областного конкурса «Грани таланта». Воспитанники Анны Козловской показали на финальном этапе 10 танцев, и все вошли в число лучших. К копилку наград образцового коллектива пополнили 7 дипломов лауреатов первой степени и 3 диплома лауреатов второй степени. В Сарове завершился муниципальный этап Нижегородской школы безопасности «Зарница-2023». В соревнованиях приняли участие 128 обучающихся общеобразовательных организаций. На протяжении трех дней команды школьников соревновались в различных дисциплинах. Военная, строевая и физическая подготовка. Конкурс «Равнение на знамя». Токсическая игра на местности. Военно-историческая викторина. Победители средней и старшей возрастных групп в апреле отправятся на дивизионные соревнования, чтобы достойно представить город Саров. Конкурс «Равнение на знамя».